В областном апелляционном суде адвокаты не согласны с приговором экс-полковнику Дмитрию Сазонову. В феврале этого года его осудили за взятку и назначили 12 лет колонии строгого режима, плюс штраф 220 миллионов рублей. Сын бывшего политика, спикера областного парламента Виктора Сазонова, на заседании присутствовал дистанционно. Он не согласился с приговором первой инстанции и подал жалобу. Сазонова защищают сразу четыре адвоката. В эту пятницу они попросили об условном наказании. Адвокаты аргументировали эту тему, что суд первой инстанции допустил ошибки. Суд полностью игнорировал все доводы и доказательства стороны защиты, дал совершенно неверную трактовку доказательствам при том, что данными доказательствами совершенно очевидно подтверждалась необоснованность обвинения. Верим в то, что рано или поздно суд нас услышит. Прокуратура, в свою очередь, с доводами защиты не согласилась. Прокуратура считает, что приговор суда первой инстанции вынесен законно. Против доводов удовлетворения традиционной жалобы возражает. Соответственно, просит оставить без заменения приговор вынесенный в дом первой инстанции. Напомним, Дмитрия Сазонова задержали два года назад в июле 2018 года в одном из самарских ресторанов. Росгвардейца взяли в момент получения взятки от представителей частного охранного предприятия. Следствие установило, что Сазонов с 2018 года регулярно, лично или через посредников, получал незаконное вознаграждение от чоповцев и заработал таким образом более 30 миллионов рублей. Еще около 2,5 миллионов за 4 года от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах Самары. Дмитрий Сазонов признал только незаконное сотрудничество с фотографами. Адвокаты квалифицируют это как мошенничество. А вот получение взяток от охраны фирмы, которую связывают с ОПГ, бывший полковник отрицает. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.